Бон джо мадам, бон джо месье, давайте сегодня приготовим крем-брюле, что в переводе с французского означает обожженные сливки, тающий нежный десерт под хрустящей сахарной корочкой. Для крем-брюле 7 желтков яиц. 100 грамм сахарного песка, 1 стручок ванили и пол-литра сливок. Для украшения будем использовать ягоды и мяту. Стручок ванили необходимо разрезать вдоль пополам и извлечь из него все семечки. Извлекаем из стручка ванили семена ванили. Вот они как раз придадут необходимый аромат нашему десерту. Если нет стручка ванили, воспользуйтесь либо экстрактом, либо ванильной пастой, либо элементарным ванилином. Переливаем сливки в кастрюлю. Жирность их должна быть не меньше 30-35%. Чем жирнее, тем лучше. Доводим сливки до кипения. Кипеть они не должны. Помещаем семена ванили. Тщательно размешиваем. Сюда же опускаем семена ванили и сам стручок. Пряность она очень дорогая, поэтому используем каждый миллиметр и каждый сантиметр ее аромата. Ждем появления первых пузырьков и вот буквально сейчас смесь закипает. Выключаем ее и оставляем настаиваться не менее 15 минут для того, чтобы ваниль отдала все ароматы нашим сливкам. Теперь приступаем к желткам. Отделяем желтки от белков. Делаю это в отдельной емкости. Белки нам могут пригодиться для омлетопуляр, например, или просто для белковой рисовальной массы. Теперь необходимо желтки перетереть с белками. 7 желтков 100 грамм сахара. Старайтесь это сделать до полного растворения сахара. После того, как желтки перетерли с сахаром, необходимо ввести потихоньку сливки. Они горячие, поэтому будем вводить по порциям через ситечко вот таким вот образом, буквально по чуть-чуть. Вот такой получается заварной крем-бешамель на тему крем-брюле. Теперь необходимо перелить в какую-нибудь емкость, из которой будет удобно наливать в рамекины. На дно вот такого подноса, который должен обязательно иметь борт, потому что мы будем наливать воду, ставим посуду для приготовления крем-брюле. Подойдет любая внеупорная посуда, имеющая форму круга, овалы, сердце. У меня вот такие, у них есть свое название, называются они рамекины. По краям наливаем горячую воду. Вода должна доходить примерно до середины формочки, не менее. Все, оставляем запекаться в духовке на 1 час. Крем-брюле запеклось, я достала их из духовки, они у меня постояли при комнатной температуре 1 час. Сейчас я могу их закрыть и смело убрать в холодильник минимум на 4 часа, оптимально на ночь. После того, как наши крем-брюле окончательно стабилизируется, напоминаю, что лучше это делать на следующий день, посыпаем его сахаром и будем поджигать вот такой горелкой. Это не специальная горелка для кондитеров, хотя она тоже есть в магазине. Это просто элементарная газовая горелка, которую я приобрела в магазине Leroy Merlin. Ну, в принципе, на всех автомобильных заправках есть такие газовые горелки, у них такой вот газовый баллончик. Ну, когда вы поджигаете барбекю или шашлык готовите, подойдет. Распределяем, распределяем равномерно сахар по поверхности ромикина. Включаем горелку и держим на расстоянии около 5 сантиметров. Не нужно добиваться черноты, просто поджариваем до карамелизации. Распределяем ее. Характерная особенность десерта крема-брюле – наличие хрустящей корочки. Убедимся в этом. А под ней скрывается нежный заварной сливочный крем. Украсим. Украшать его совершенно не обязательно, но я люблю, чтобы все уже было красиво, поэтому украшаю клубникой, голубикой, листьями мяты и физалисом. Субтитры создавал DimaTorzok Нежный заварной сливочный крем, покрытый тонкой хрустящей карамельной корочкой, пришедшей к нам из Франции – совершенно несложный рецепт, который можно повторить у вас дома. А я желаю вам, чтобы у вас все всегда получалось. С вами была Эльмира. Пока-пока. Творите на своей кухне, творите десерты. Желаю вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин